Здравствуйте, дорогие подписчики! В эфире наш традиционный обзор главных аграрных новостей. Аналитики назвали грустными результаты уборки на юге России, прогнозы на урожай снижаются, а ценам предрекают рост. Об этих и других новостях поговорим сегодня в выпуске. Во время подготовки этой передачи мы традиционно обзванивали наших знакомых фермеров с вопросом, как идут дела. Но аграрии Ростовской области, Кубани и Ставрополья не спешат говорить о ходе уборки. Почему? Одни боятся сглазить, другие говорят, что хвастаться здесь нечем, и результаты уборки печальные. Урожай получили гораздо более низкий по сравнению с тем, чего ожидали. По словам зампринседателя Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ставропольского края Геннадия Собынина, урожайность в крае имеет очень сильный разброс. Где-то получают 5 центнеров с гектара, где-то все 30. Там, где была влага, урожайность заметно выше. Что делать тем, кто не получил достаточное количество пшеницы? Собынин отмечает, что можно написать заявление и продлить льготный краткосрочный кредит, который был взят хозяйством во втором полугодии 2019 года. Вот такую поблажку дает Министерство сельского хозяйства Ставропольского края. В целом же край собрал 3,5 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность составляет 26 центнеров с гектаром. На Кубани уборка также пересекла экватор. Уже обмолочено свыше 60% площадей. Сбор превысил 5 миллионов тонн. На этой неделе замгубернатора Краснодарского края Андрей Коробко давал интервью изданию РБК Краснодар, в котором сказал, что урожайность в этом году, скорее всего, снизится на 20-25%. Но это еще полбеды. Весной аграрии стремились поскорее восстановить культуру, пострадавшие от заморозков и засухи. И, конечно, тратили деньги на стимуляторы роста и различные удобрения. По словам Андрея Коробки, в этом году расходы аграрьев увеличились примерно на 300 миллионов рублей. На вот эти дополнительные меры стимуляции посевов. Однако, из-за того, что урожай явно будет ниже, чем в прошлом году, потери составят от 40 до 50 миллиардов рублей по всему Краснодарскому краю. Однако, точные цифры будут ясны уже по результатам уборки. В Ростовской области ситуация пока чуть получше. И, несмотря на то, что ход уборки затягивается из-за погодных условий, урожайность снизилась не так значительно, как на Ставрополе или на Кубане. Сейчас средняя урожайность 34 центнера с гектара по сравнению с прошлогодними 32. Убрано свыше 40% площадей и валовый сбор достиг 4,5 миллионов тонн пшеницы. Всего область планирует собрать 10 миллионов тонн, это как минимум, по словам губернатора Ростовской области. Начались уборочные работы и в Волгоградской области. Уже первые полмиллиона тонн ранних зерновых аграрий собрали. Убрано свыше 12% площадей. Всего в планах региона собрать около 4 миллионов тонн зерна в этом году. По ходу уборки аналитики снижают прогнозы по производству зерна в этом году. Например, Институт конъюнктуры аграрного рынка на этой неделе снизил свой прогноз по сбору пшеницы на 1,5 миллиона тонн. Новая оценка – 78 миллионов тонн. Глава ИКАР Дмитрий Рылько отметил, что корректировка связана с низкими показателями на юге и жарой в части регионов по Волжье. Интересно прокомментировал снижение прогнозов и глава Савэкона Андрей Сизов. На своей странице в соцсети он отметил, что на Ставрополье первые результаты по уборке ожидаемо плохи. А вот то, что Краснодар получает 46 центнеров с гектара – это вообще безобразие. Впрочем, новый пониженный прогноз Савэкона остается все равно довольно внушительным. 80 миллионов 900 тысяч тонн пшеницы, считают эксперты, соберет Россия в этом году. Аналитический центр «Русагротранс» на этой неделе незначительно повысил свой прогноз по сбору зерновых. Однако глава аналитического центра Игорь Повенский отметил, что Юг России – это Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ – соберут в сумме 28 миллионов тонн зерна вместо прошлогодних 31 миллиона тонн. Впрочем, тревожные новости сейчас приходят из других регионов страны. Например, в Алтайском крае в большинстве районов введен режим ЧАЭС в связи с засухой. Недостаточное количество продуктивной влаги зафиксировано на площади 4 миллиона гектаров. Это примерно 78% зернового клина. Также в Новосибирской области в 16 из 30 районах вводится режим ЧАЭС. Опять же из-за засухи. Поэтому, возможно, прогнозы еще будут меняться. У низкого урожая пшеницы есть один неоспоримый плюс. Недобор стимулирует рост цен. В последние несколько недель мы наблюдали, как цена на пшеницу экспортная, я имею в виду, падала. И в Новороссийске пшеница с протеином 12,5% торговалась от 196 до 198 долларов за тонну. Это было на прошлой неделе. Но вот на этой неделе уже виден рост цены. Глава САВКО на Андрей Сизов отметил, что цена перешагнула уровень в 200 долларов за тонну. В общем, это хороший знак. Почему же цена выросла? Здесь сошлись вместе сразу несколько факторов. С одной стороны, Минсельхоз США обновил свой прогноз по площади кукурузы в Соединенных Штатах. Оказалось, что фермеры посели на 2 миллиона гектаров меньше, чем ожидало ведомство. Это, в свою очередь, подняло немного цену на кукурузу и потянуло за собой цены на пшеницу. Причем не только на бирже в Чикаго, но и в Париже. В Европейском Союзе тоже, возможно, произойдет понижение производства зерна в этом году примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. По крайней мере, такие данные озвучивали агентство Reuters, опрошенные им аналитики рынка. И, скорее всего, Европейский Союз в этом году соберет 131 миллион тонн зерна, пшеницы, по сравнению с прошлым годом, когда было собрано 147 миллионов тонн пшеницы. То есть результат этого года, скорее всего, будет близок к результату засушливого 2018 года. Тогда в ЕС намолотили 128,3 миллиона тонн пшеницы. По оценкам Совэкона, европейская пшеница с 1 июля подорожала примерно на 10 долларов за тонну. И Черное море, как выразился Андрей Сизов, тоже не стоит на месте и вновь вернулась к уровню выше 200 долларов за тонну. Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие недели цены на пшеницу на юге России вряд ли будут опускаться, хотя бы потому, что их поддерживает слабый рубль. В этом году доллар стоит примерно на 10 рублей дороже, чем в июле 2019 года. Кроме того, низкие запасы пшеницы в хозяйствах на юге России. И уборочная компания дает понять, что рекорда в этом году точно не будет. Агентство Refinity сообщает, что цены в рублях поднялись до 12 700 рублей. Столько стоит тонна пшеницы с протеином 12,5% на базисе СПТ Новороссийск. На этой неделе стало известно, что глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой вернуть субсидии на ГСМ для аграриев. Об этом сообщает ТАСС. До вступления в ВТО такая субсидия действительно выплачивалась. Но в 2013 году ее наряду с другими компенсациями отменили. Вместо них аграриям стали выплачивать по гектарную поддержку. Однако и теперь она доступна не всем растеневодам, а, например, в Ростовской области только тем, кто занимается животноводством и овощеводством. По словам Катырина, торгово-промышленные палаты ряда регионов сообщили о резком росте цен на дизельное топливо более чем на 6% и на бензин более чем на 15%. Причем этот рост произошел именно в период посевной кампании. С целью сгладить вот эти скачки цен на топливо, торгово-промышленная палата предложила Минсельхозу вернуть субсидии. Ну, каким будет ответ Минсельхоза, не ясно. Мы заметим, что в сайте Росстата данные о потребительских ценах на дизельное топливо не показывают такого высокого роста. По данным ведомства, литр дизельного топлива стоит 48 рублей 88 копеек, и цена не сильно менялась с начала года. Дизельное топливо дорожало в пределах 3%. Вы можете увидеть, это фиолетовая линия на графике. В Москве продолжают спорить о целесообразности внедрения системы маркировки для молочных продуктов. Сейчас по планам правительства маркировка должна войти в нашу жизнь с 20 января 2021 года. Однако, пока не ясно, будет ли она распространяться на все категории молочных продуктов, либо на какую-то их часть. Главный аргумент молзаводов против маркировки – высокая стоимость оборудования и пусконаладочных работ. Ассоциация «Союзмолоко» не раз отмечала, что маркировка нужна только в тех отраслях, где высока доля контрафакта. Однако, контрафакт не является проблемой для молочной отрасли, где главная задача – убрать с рынка фальсификацию. А с фальсификацией успешно борется система Меркурий. Однако, отказываться от маркировки правительство России не собирается. На этой неделе замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов объяснил, что затраты малых и средних предприятий на внедрение системы маркировки составят от 15 до 35 тысяч рублей. То есть, вот такая вот небольшая сумма. Оценка была сделана ведомством на основе тех данных, которые ему предоставил Центр развития перспективных технологий – ЦРПТ, который является оператором системы маркировки, ну и, скажем так, заинтересованной стороной. Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов усомнился в том, что молзаводы действительно смогут уложиться в эти суммы от 15 до 35 тысяч. По его словам, если молзаводу не удастся наладить проставление меток в типографии на упаковку товара, то придется тогда ставить оборудование непосредственно на линию. А это будет стоить уже от 3 до 10 миллионов рублей только для одной линии. Сельхозпроизводители, привлекающие граждан на сезонные работы, смогут получить компенсации от государства на оплату труда этих граждан. Это следует из постановления правительства номер 980, которое было подписано 4 июля 2020 года. Идея правительства заключается в том, чтобы стимулировать бизнес, создавать временные рабочие места. Постановление предусмотрено не только для тех, кто работает в сельском хозяйстве, но и для тех, кто устроится работать в сферу ЖКХ, в строительство или, может быть, на социальную службу. Что предлагает правительство? Работодатель, взявший на временные работы, на срок до 3 месяцев, безработного гражданина, либо гражданина, который оказался в условиях неполной занятости, например, был отправлен прежним работодателем в неоплачиваемый отпуск, может получить компенсацию от государства. Размер субсидий будет рассчитываться по формуле минимальный размер оплаты труда плюс сумма страховых взносов в государственные фонды, умноженная на районный коэффициент. Такие выплаты работодатель сможет получить в течение 3 месяцев, пока человек трудится на его предприятии. В правительстве России отмечают, что эта субсидия, субсидия на зарплату, поможет трудоустроить свыше 26 тысяч человек, отправленных в неоплачиваемый отпуск и 54,5 тысячи человек, которые временно остались без работы. Минсельхоз России обновил перечень направлений, на которые можно направить средства льготного кредитования. Приказ Минсельхоза номер 340 от 23 июня 2020 года предполагает, что теперь аграрии могут потратить средства, полученные от льготного краткосрочного кредита, на оплату труда работников, а также на приобретение горюче-смазочных материалов и оплату электроэнергии. Расширен перечень и для инвестиционных кредитов, теперь те, кто взяли кредит в сфере животноводства, могут потратить деньги на строительство объектов для переработки, утилизации и хранения навоза, а также для приобретения оборудования для этих объектов. Самое главное после этого – получить кредит все-таки. На этом наш выпуск завершен. Пишите в комментариях, что вас волнует, о чем бы вы хотели узнать.